Девушки отдыхают Она одна из самых насыщенных с точки зрения выражения любви Всевышнего к еврейскому народу, описывает всевозможные законы и установления, которые еврейский народ должен соблюдать для того, чтобы Всевышний его охранил, для того, чтобы охранял, для того, чтобы получить браху, благословление, защиту. И в этой связи хочется сказать несколько слов. Мы читаем с вами в 6 главе, пасук 2, простите, 1. И вот эта митцва, одна митцва, было перечислено много законов, установлений, поучений. И резюме такое, это одна митцва. И через несколько предложений после этого идет знаменитый пасук, про который мы говорим утром и вечером, Шма Исраэль. То есть предваряет этот пасук именно вот это предложение. И дальше у нас пишется, Тора нам указывает. Лиман тира это шеме локеха. Всегда страшись, бойся Всевышнего. О страхе перед Творцом написано очень много разного, разных трудов. Очень много граней у этого чувства. Многие люди недопонимают, считая, что бояться Всевышнего необходимо так, как мы боимся начальника. Это не так. Бояться Всевышнего надо так, как мы боимся любимого отца. Именно так. А в чем мы боимся? Мы боимся наказания? Это лишь одна из граней. Самая главная грань, которая должна доминировать в боязни перед Творцом, это боязнь разочаровать. То есть любимого человека мы боимся разочаровать. Точно так же и здесь. Должна быть боязнь разочаровать. Боясь причинить боль. Мы с вами уже говорили, что Ромак в книге «Ктомыр двора», он написал, что Бог, он обиженный. Почему? Обижают его люди, чем ошибками своими, грехами. Он принимает эти грехи, люди живут дальше. И Всевышний, как будто, можно сказать, он обижен поступками человека. Поэтому основное качество в данном случае страшиться Творца, это с любовью нежелание его разочаровать. Сделать больше, чем от нас ожидает. Даже так. Поэтому это очень многогранная тема. Но мы с вами, Шмейс Хрель, читаем, что одно из условий служения Творцу – это агава, это любовь. Любовь. И поэтому это все одна митцва, которая, все, что Тора нам говорит, законно установлено, это все одна митцва, основанная на любви. Это очень простой принцип. Мы не должны расчленять какую-то, брать одну заповедь, не видя всего остального и таким образом ограничивая себя от полного понимания, что Творец хочет от нас. А он хочет, чтобы мы радовались тому, что мы служим в любви. Для того, чтобы развить больше эту эмоциональную тему, давайте обратимся к книге Терелим, где в 31-м псалме, это псалмы царя Давида, написано, что Как много, как много, как чего-то огромное количество. Abundant на английском языке. Чего-то очень-очень много, да? Как много твоей доброты, добра, тувха, тув. Где оно? Ашер Цафанта Лерееха, которую ты как будто спрятал. Цафанта это хранить, спрятать и хранить для кого? Лерееха. Для тех, кто тебя боится. А кто боится? Вот сейчас мы должны бояться. Только что об этом говорили. И тогда у нас будет добро. Как можно в страхе принять добро? Не в этом суть. Лерееха это те, кто служат в любви и видят Тору как одну митсву. Тогда они могут рассчитывать на защиту Творца полностью, потому что они видят, как все управляется, они чувствуют. Интересное продолжение. Это одна из самых загадочных фраз, наверное. И ты в том числе сохранил, да, вот это добро для тех, кто ищет укрытие в тебе. В тебе ищут укрытие. И здесь очень много можно сказать по этому вопросу. Негет в неодан. Негет это напротив всего человечества. Что значит искать напротив всего человечества? То есть здесь огромное количество интерпретаций. Самое главное, что мы не идем за сиюминутным и не идем за гедонизмом, за желанием получать удовольствие здесь и сейчас. Мы идем за тем, чтобы не видя результат здесь и сейчас, когда человек делает какую-то митсву, говорит какой-то брахов, через минуту у него не пополняется банковский счет или еще что-нибудь. Он не получает море адреналина от этого. Это все не то. Служение Творцу это есть. Прилепиться с любовью к каждой заповеди. И тогда заповедь, она за собой еще заповедь притянет. И еще заповедь. И таким образом ты окружаешь себя светом заповедей, а не что, на гедбне адам, а не тем, за чем стремится все человечество. Здесь, сейчас, комфортно, удобно, быстро, еще быстрее. Вы видите, как наш мир развивается. Это нечто просто сумасшествие. Человек может 24 часа в сутки быть то, что называется онлайн со всеми, и не понимать, где он и что он. Не осознавать себя. Не чувствовать эту точку. Точку соприкосновения со Всевышним. А мы с вами знаем, для того, чтобы выйти на глубокий уровень общения с Творцом, нужна тишина, нужно глубокое изучение Торы, нужна серьезность и потрясающая сконцентрированность на том, что ты учишь, что ты делаешь. Где взяться с концентрированностью в современном мире? Когда у тебя со всех сторон все пищит, все гудит, все кипит. Так вот, негетбнеадан, это ты вспомни про свою любовь ко Всевышнему и уйди с этой стороны. Это не исключает наслаждение, в том числе и благами этого мира, но не ставь это в центре своего мироощущения, мировосприятия. И тогда что? Тогда ты сможешь услышать. Дальше идет Шма Исраэль. Тогда ты сможешь услышать Творца. Ты сможешь услышать, что Он тебе посылает. Что значит это событие в твоей жизни. Что значит это та или иная совокупность обстоятельств. Ты сможешь радоваться этим обстоятельствам. И видеть во всем руку Творца. Противоположный берег видеть во всем случайность. Какой человек во всем видит случайность, катастрофа. Во всем видеть руку Творца и слышать его. Поэтому рассуждение в наши краткие видеообзоры не позволяет входить более глубоко в это. Хотя можно было бы. Но мы с вами, насколько могли, мы проследили, что страх, это не тот страх. Это любовь и желание услышать. Мы с вами знаем, да, в русском языке, да? Мы иногда спрашиваем, ты слушаешь или слышишь? Слушать это ты прослушал и ничего не осталось. Слышать это желание услышать, реализовать и увидеть результат. И ждать этого результата. С любовью к нему стремиться. Поэтому, если Тора не основана на таком качестве, как богобоязненность, то она не будет долговечна. Невозможно Тору воспринимать лишь как инструментарий к жизни без богобоязненности. Что мы с вами сказали, это любовь. Любовь. Нежелание разочаровать Всевышнего. Боязнь его разочаровать. Боязнь его обидеть. Элементарные вещи. И на этом строится вся Тора. Все законы, все остальное должны сесть, приняться на этой благодатной почве. И тогда, как Тора говорит, ты не отступишь ни вправо, ни влево. А зачем? Негидбнеядам, мы с вами сказали, напротив всего человечества. У тебя есть свой мир. У тебя есть Творец. У тебя есть много очень дел, которые надо сделать по исправлению мира. И он тебе дает возможность это сделать, силы, дает тебе награду. Поступок в этом мире он уже включает или награду, или наказание. Уже сам поступок уже включает награду или наказание. Потому что то, что мы делаем в нашем мире, это лишь маленькая часть. Основная часть нашей души существует наверху в корневых ее источниках. Поэтому, когда мы здесь уже делаем что-то, завязывая узел какой-либо, назовем это так, то уже в самом поступке кроется, что мы за это получим. И когда это основано на нежелании, вернее, по-другому скажем, на желании не разочаровать Всевышнего, на желании его не обидеть своими ошибками, грехами, тогда наш духовный слух, все наше тело, вся наша душа, все наше тело, оно становится, оно резонирует с волей Творца. И в этом очень большая тайна, очень большая гармония, которую человек может почувствовать здесь, на земле, в этой жизни.